в этом видео я хочу поговорить про динамический контент маленькая текстовая ссылочка которую вы наблюдали например в плагине заголовок меня зовут федор васильев и давайте разберем несколько примеров полезных примеров и как правильно делать и как делать не стоит для тех кто совсем не знает когда вы пишете телефон например в шапке сайта где-то в углу просто текстом то есть смотрите видите я мышкой навожу я не могу кликнуть сюда то есть это старый вариант и так делать нельзя то есть этот телефон он как бы конвертирует меньше конверсия у него слабая можно за счет легкого движения сделать этот кликабельным и конверсия уже возрастает то есть о чем я говорю когда пальцем с телефона человек кликает по номеру телефона из шапки вашего сайта у него открывается окно где он может написать sms q или нажать сразу вам позвонить это очень быстро удобно делать на самом деле от этого конверсии выше чтоб телефон был кликабельный нужно в коде прописать tell некий код чтобы он был кликабельный и это как бы ну руками если делать это не сложно недолго но все равно занимает какое-то время и за счет динамического контента можно вообще упростить делая такой кликабельный телефон то есть это просто плагин заголовок я вам покажу вот заголовок этот плагин просто перетаскиваем пишем телефон заходим в режим редактирования и нажимаем на ссылку динамический здесь много чего можно сделать в данном случае смотрите мы выбираем контакт урал дальше кликаем сюда по контакт его type здесь разные есть варианты также mail кликабельный email то есть это mail то надо прописать в коде а здесь достаточно просто прописать email он уже будет кликабельный так как с телефоном вот у стал телефон номер пишите целиком номер то есть просто у вас здесь в заголовке написан телефон а здесь вы прописали tell телефон все и ничего не надо больше делал сохраняйтесь смотрите телефон у вас теперь кликабельный да здесь на компьютере это так не сработает это для телефона то есть человек когда заходит с мобильного устройства если мы посмотрим в коде по идее можно просто ручками было прописать вот так вот хрив смотрите равно tell видите двоеточий телефон и вот теперь он кликабельный раньше так и делали а теперь здесь удобно не написать tell он уже как бы автоматически идет вот разница далее давайте покажу еще один пример сделаю еще одну колонку сюда например закинем иконку то есть тоже для телефона например кликабельный колон иконка которая хорошо конвертирует это вайбер или ватсап естественно у вас на телефоне тоже должно быть это приложение это все знают что вайбер и ватсап это мессенджер для бесплатной связи либо смс к либо звонок через интернет соответственно иконку добавляете например вы есть вайбере находите эту иконку здесь поле поиска можно найти эту иконку например ватсап вот эта иконка вставить иконка есть теперь мы нажимаем динамический контакт url также кстати здесь и такая шестеренка можно поставить чекбокс открыть в новом окне я так и бы сделал и добавить ноу фолу то есть типа сказать поисковым системам не переходить по этой ссылке есть такое понятие все ноу фолу для сторонних ссылок обычно ставит ноу фолу дальше переходим type и здесь выбираем ватсап смотрите есть skype еще и много чего здесь есть вайбер есть берем ватсап только здесь пишем номер без плюса просто например если начинается у вас плюс 7 то вы просто пишите 7 также просто прописываем здесь номер и после этого сохраняетесь то есть очень все просто и вас уже вот эта кнопочка она будет кликабельно она будет отправлять сразу в мессенджер от написать либо смс-ку через ватсап либо позвонить опять же это надо для телефона то есть это не для компьютерной версии это именно для мобильного устройства то есть получается здесь можно будет скрыть на компьютере этот иконку да и от обратите только на телефоне или планшете давайте еще покажу интересные варианты на примере плагина заголовок то есть если я хочу убрать это динамический контент по крестику здесь можно нажать все это у нас больше не кликабельно нажимаю динамический и например я хочу показать lightbox выбираем lightbox дальше клику по lightbox варианты есть вставить видео или картинку то есть если картинку выбираю какую-то картинку обновить и давайте посмотрим на сайте теперь мой текст по клику по тексту у меня в lightbox и то есть во всплывающем окне появляется картинка с затемнением экрана и крестиком закрыть и покажу на примере видео файла то есть здесь я картинку удаляю перехожу видео и просто можно вставить url на ролик с youtube обновить обновлю страницу по клику в lightbox и отличным образом идет видео то есть можно просматривать и причем по крестику видео действительно закрывается звук прекращается просто разным бывает ситуации что по крестику закрываешь видео закрывается а звук от видео продолжает воспроизводиться а здесь все четко работает то есть видео действительно закрывается как это можно применить зависит только от вашей фантазии и от ваших нужд если вас плагин элемент про заинтересовал вы сможете приобрести его по ссылке в описании к этому видео, таким образом поддержав меня. На этом данное видео закончено и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok